здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня у нас в гостях матвей смирнов волонтер который только что вернулся из ростовской области где участвовал ну в отряде волонтеров нам сейчас все расскажет которые занимались эвакуированными людьми которые приехали из луганской донецкой области матвей здравствуйте здрасте ну во-первых я так понимаю что волонтер со стажем или недавно стали вода со стажем я занимаюсь волонтерской деятельностью с 2019 года получается а то есть вы поработали уже и до к видное время и в к вид вы тоже работает понятно как вы попали вот в этот момент под названием помощь эвакуированным как это все происходило ну как я попал мне получается позвонил мой руководитель местного отделения молодой гвардии в которой я состою собственно и предложил вот поехать мне сказали то что там сейчас нужна помощь и я собственно согласился потому что я не мог иначе ну я так понимаю что ваша вообще волонтерская деятельность то есть это уже сначала наверное это был такой отклик сердца до в девятнадцатом году а сейчас это уже приобрело какие-то такие ну да мужском профессиональные качества потому что вы понимаете там где нужна помощь вы должны быть правильно да совершенно верно но вот отклик сердце он идет до сих пор потому что я люблю помогать людям я считаю то что если ты кому-то помогаешь только тебе это обязательно вернется а сколько вам лет мне 19 19 лет пара вы учитесь или работаете что я сейчас работаю вот совмещайте с волонтерской рамда совершенно итак мы говорим о том что происходило на в ростовской области куда были эвакуированы а люди вот когда вы туда приехали и как началась ваша работа приехал я туда если я не ошибаюсь 20 21 февраля вот нас встретил получается региональный штаб молодой гвардии который там находится в ростовской области и нас там приняли разместили и в этот же день мы поехали уже сразу помогать на пункты временного размещения вот что такое пункты временного размещения пункты временного размещения это те места куда приезжают эвакуированы жители донецкой луганских областей и где они дальше временно проживают хорошо ну я так понимаю что до вашего приезда уже работал какой-то штаб и со всей страны да туда едут люди да со всей страны туда едут люди и штаб там конечно же работал вот но мы получается приехали если я не ошибаюсь на следующий день после того как началась эвакуация дамы получается сразу туда поехали только все стало известно хорошо а там много вообще волонтеров было какой как и какими-то отрядами как это вот все работает это систему волонтеров было свыше 50 только с регионов с разных не считая ростова-на-дону приехала 55 волонтеров там были из анапы ребята из краснодара мы с московской области из калмыкии даже ребят приезжали правильно понимаю что это ребят который с которым предложили и они сами заявили желание то есть никто никого к гриса не заставлял ехать то есть это абсолютно личное решение каждого волонтера да совершенно верно хорошо и как построена работа вот вы приезжаете в этот самый пункт временного размещения как это все работает что как входило в ваша обязанность наши обязанности входило то что мы общались с детьми мы с ними играли мы воспитатели дали там вожатые что-то такое да но что-то типа того да еще в наши обязанности входило то что мы обустраивали помещение для детских комнат мы что это такое как мы обустраивали ну мы делали там и где можно было сделали перестановку куда завозили новую мебель там новые игрушки разукрашки привозили детям чтобы у них был досуг когда они там находятся потому что детей там немалое количество и это я так понимаю что в основном женщины и дети да да в основном женщины и дети там люди преклонного возраста тоже бабушки да понятно так и вы создавали эти детские комнаты то есть или играли вы так а вас как-то какая-то ну план работы был там условно говоря подъем завтрак вы едете меняетесь как-то группами кого у нас был распорядок дня совершенно верно вот у нас бывало такое и когда мы и делали детские комнаты но нас нам могли позвонить сказать то что ребят вот сейчас вы здесь заканчиваете по-быстрому мы едем другое место например мы также разгружали грузовые машины с продовольствием с гуманитарной помощью и как агам какая гуманитарная помощь приходила что вам приходилось разгружать приходилось разгружать почти все это были продукты питания это были и средства личной гигиены это были и вещи это были и какие-то игрушки которые присылали вот было много чего вот например приезжал а вот и он до сих пор запомнил 300 тысяч и из приехала 300 тысяч из да то вот двумя формы это тоже криво риджа за целый такой план они же в рефрижаторе возят то есть в холодильнике нас этого автомобиль до или это где-то на вокзале вы разгружали а мы это все разгружали как на пункта временного размещения на пвр вот как и на самих складах откуда дальше логисты распределяли на какие пвр это нужнее и в чем-то сложность было разгружать яйца чтобы не разбить их прежде всего да совершенно верно чтобы не разбить потому что все-таки огромное их количество вот слава богу они к нам приехали целые дни попорчены хорошо а кто какая еще так мы понимаем что речь идет такое внимание особое детям до когда создается досуг и возможность вот это сложное время пережить до сохраняя для них вот это некую детскую такую немножечко даже фантастическую картинку чтобы отвлечь их от всех тех бед и проблем которые выпали на их так сказать на их веку а что в это время делает например мама которая вот отдает ребенка в эту детскую комнату в которую вы играете зачастую мамы находились вместе с детьми в детских комнат комнатах а так они заполняли документы там разные разум они тоже занимались они в детскую комнату если уж отдавали то отдавали по нужде не так чтобы просто чтобы он там играл что мне мешало именно по нужде а так где дети находились все время со своими родителями хорошо а вот когда дети находятся с родителями они где находятся это какие-то но что-то типа общежитий где живут что есть пункты я так понимаю но пункты время на разрешение палатки что это не пункты временного размещения они были обустроены из детских лагерей санаториев да как бы у них были отапливаем помещение в которых они спали в которых они ели где играли там у них была территория на улице где они могли побегать все вместе да понятно аст я так понимаю что если речь идет о пионерском лагере то это комнатки где стоит какое-то количество кровати как размещение шло семьями не семьями помогали вы в этом вы говорите что мебелью занимались до расставка что-то наверняка было готово да а в чем-то вы наверное помогали там тоже ваша помощь была кто семьями да вот кто вот просто детей оставляли потому что были те которые без родителей приехали да а вот как быть кстати если без родителей но это наверно старшие уже дети да ну а старше но все равно как как вот их их какие-то там отряды собирали но они приезжали зачастую с воспитателями своими это были именно дети вот которые и списочек учреждений а понятно если такое было то есть кто же размещали каким-то особым методом до отдельных вот и вот в этих комнатах да понятно а кормили как в столовых каких-то потому что есть же летний лагерь да мы понимаем что это же еще было довольно холодно хотя и ростовского ну в ростовской области сейчас на самом деле очень благоприятная погода там плюс 15 плюс 12 13 как бы на улице не так холодно как казалось бы вот и там на территории есть столовая в которой они ходят обедают ужину и завтракают а кто кормит это какие-то профессиональные повара или тоже что-то типа волонтеров честно сказать не могу но это точно не волонтеры а специально люди которые профессионалы то есть женщины кстати или мужчины кого больше женщины женщины до женщину тому конечно намного больше нежели мужчин хорошо а завтрак обед-ужин или еще что какие то есть там я не знаю что-то типа полдника если например человек захотел поесть может какие-то там развернутые магазинчики вот таком плане магазинчиков на самом деле там я не наблюдал вот там есть завтрак обед-ужин возможно помню я в этом моменте как бы как сказать то не участвовал а ну да ну то есть вы знаете что это было но я имею ввиду что есть передвижные магазины на такие по приезжают как ним такого не видел хорошо итак вы в основном занимались детьми правильно я понимаю ну мы в основном занимались все-таки обустраиваем обустройство обустройством да вы там для детей собственно как откуда приходила мебель будут все эти бытовые тоже тоже на на привозили откуда-то для того чтобы это все расставить правильно вам приходилось это я так понимаю и разгружать и расставлять верно ну да совершенно что именно ну там диван и стулья парты там всякое такое что он может находиться спокойно детской комнате чтобы было не травмоопасно чтобы дети могли сидеть также на них играть мы например этому если не помимо мебели мы там например положили мягкие полы вот для того чтобы они себя чувствую комфортно вот даже на полу так скажем понятно да хорошо а кто следит за отоплением вы говорите что тепло все таки есть до тепло есть да то есть там по своим парам танцы или это централизованная какая-то топлив честно не могу сказать вы можете не могу рассказать да я вот единство что могу сказать то что там тепло хорошо а каков график вот ваша работа подъем и когда вы ладьем умывались во сколько получается подъем по-разному пора когда-то надо было в 9 утра стоит когда-то надо было в 7 когда-то мы вообще в 10 утра вставали когда разрешали вам поспать да вот и приезжали мы также по разу могли 8 могли в 10 приехать могли также в 9 приехали а как тут ставилась алла ложились во сколько ложились получается после приезда через час час у нас на то чтобы помыться подготовиться зависимости от возвращения через час надо хорошо а как какие-то проходят у вас но я не знаю там переклички и пятиминутки когда вы получаете какое-то задание как это происходит да конечно это все было потому что мы следили за своим волонтерами чтобы все были вместе чтобы никто никуда не убегал потому что все-таки большинство волонтеров было получается не с вами не в своем городе вот и так чтобы не потерять что вместе приехали мы конечно же до отслеживали этот момент мы и в штабе вы проводили перекличку когда собирались и когда уже ехали в автобусе перекличку когда уже были на месте все ли вышли с автобуса тоже делали перекличку у нас вот так все было понятно хорошо скажите пожалуйста а руководители ваши это тоже представители скажем но старшего возраста сколько лет скажем так кто руководит кто эти люди они же тоже получается волонтеры только но старшего возраста да ну да это все верно вот но все-таки наши руководители были с нами на одной волне почему потому что они все находятся ну в рамках до 35 лет а как бы это все вот молодые ребята да то есть вы понимали друг друга и вам дело спорилось поэтому довольно быстро можно было решать вопросы да совершенно вот ну а скажите пожалуйста хватало ли вам как волонтером то есть вот всего там еды и всего что необходимо для вашего существа да все все всего хватало вот мы когда приехали нам сразу все предоставили и там где мы спали и там где мы ели вот вы спали где-то недалеко это кто-то в том же лагере как бы да нет не в том же лагере если лагере они находились в ростовской области то мы сами находились в мы туда ездили а то есть вы жили в ростове а потом по а где ваша конкретно база была у нас база была вот почти в центре ростова почти нет это там где вы жили а куда вы ездили а куда мы ездили это таганрог таганрог пара хорошо сейчас делаем небольшую паузу напомню что у нас в студии матвей смирнов волонтер который недавно да я так понимаю да и меньше недели назад приехал меньше недели назад приехал из ростовской области сейчас мы сделаем небольшую паузу потом продолжим напомню что программа открытый диалог сегодня у нас в гостях волонтер матвей смирнов который в качестве волонтера отправился на отправился помогать эвакуированным жителям луганской донецкой области и происходила его деятельность в ростовской области база была я так понимаю да в ростове а работали вы в таганроге и я так понимаю что в ростове были и те волонтеры которые какие-то еще другие места ездили верно то есть это такая небольшая сеть была там у нас дамы получается например если в московской области например ехала для обустраивать детские комнаты то например волонтеры анапы вот могли поехать разгружать фуры и наоборот могло быть также да у нас все обязанности были распределены между друг другом но то есть какая-то специализация была то есть не было такого что вот сегодня вы копаете условно говоря завтра вы забиваете гвозди послезавтра вы радуете детей а после послезавтра не знаю вы там помогаете конкретным семьям каким-то или мы могли меняться в могли меняться совершенно спокойно да это опять же таки для того чтобы обстановка менялась чтобы не наскучивала то чем ты занимаешься потому что ну одно дело когда ты вот например сегодня сделал детскую комнату завтра поехал разгрузил там послезавтра поехал с детьми поиграл но это же совсем то есть немножко да лучше это нежели ты вот все время на фурах да вот и да и все время там с детьми каждый день разгрузкой заниматься конечно это тяжело давайте немножко поговорим о людях с которыми вы там сталкивались во первых какой в основном возраст женщины дети примерно у возра знаете самые разные на самом деле вот что вот дети были вот совсем маленькими что вот женщины там уже бабушки можно так сказать да тоже приезжали вот в основном я вот общался с детьми я в основном общаться один какой возраст детей был он и да ну наверное от лет трех примерно да там 16 17 вот так но такой возраст разные то есть 16-17 это вас практически ваши ровесники то есть вам легко с ними наверно было говорить да ну да я свершу да вот так те где 33 года там немножко другая задача но о чем вы говорили что вы обсуждали или вы старались говорить только на какие-то приятные темы ну мы старались да поговорить на приятные темы вот чтобы и ребенку было легче и чтобы мы нам тоже самим было легче потому что для нас это тоже нагрузка когда вот мы слышим все эти истории мы конечно же расспрашивали их там поддерживали их вот ну также общались просто узнать вот было такое ощущение как будто мы много лет дружим вот такое свободное было общение вот что с детьми малого возраста что вас почти с нашими ровесниками вот было достаточно услышан много историй от них на самом деле вот например один мальчик вот это моя любимая история его всем ее рассказываю потому что это на самом деле очень показательная история мальчик ему 9 лет он приехал в ростов с бабушкой вот родители они остались там на родине вот к сожалению потому что мама была военным поваром а отец он попал по все очень мобилизацию он с ними он связывался по скайпу вот это вот одна из таких историй от которой мне наверное больше всего запомнилось потому что я вот с этим мальчиком и в баскетбол в этот момент играл вообще да мой как бы но мы их также стараемся поддерживать старались и занять старались поддерживать и так чтобы они себя очень комфортно чувствовали хорошо а кто-то проводил с вами тут же еще такой важный момент до психологически одно дело когда опытный уже воспитатель педагог до который ну знаете как есть определенные аспекты которые очень надо корректно чтобы ни в коем случае не травмировать не ребенка не взрослого человека вам давали какие-то рекомендации как себя вести тогда мы когда приехали только нам провели инструктаж а что входило в инструктаж ходила то как общаться с людьми вот как их можно поддержать входило еще то что какой у нас будет распорядок дня что мы будем делать вот и вот сам процесс нам объясняли тоже на инструктаже вот так что мы были подготовлены к тому вот куда мы едем а у вас как-то разбито на какие-то отряды кто-то кем-то руководит или вы все это скажем независимый как 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 какой-то схемы работы у нас вот например от московской области вот был один старший вот один старший который общался с руководством а у них были каждый вечер после того как мы приедем у них было совещание они выстроили план на завтра что будем делать завтра кто куда завтра поедет вот выстраивали всю эту логистику и уже потом старший к нам приходили вот например в московской области и говорили уже то 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 вот завтра поедем туда то будем делать то-то а потом вот после этого будем делать тот а вы работали каждый день то есть выходных у вас не было как так а были несколько дней когда наша помощь была не востребована и мы вот могли до посвятить себе могли там погулять по городу спокойно немножко дохнуть посмотреть таганрум посмотреть ростов мышцы на ростов да я не даю вот за просто до жили в ростове но я хочу напомнить что московской области сейчас открыты пункты временного размещения эвакуированных порядка тысячи человек но эта цифра опять же такая сейчас приблизительно и там тоже работают волонтеры которые вот здесь до находится и такой вопрос ты приехал оттуда ты посмотрел как это происходит все то там возле границы будешь ли ты дальше здесь заниматься прикладывать какие свои усилия а за конечно буду потому что на вот в любилевский штаб до сих пор из коронавирусной истории по приходят заявки на помощь мы также их выполняем у нас не работает да вот ну и опять же таки если нужна помощь на пункты временного размещения мы туда конечно же опять таки едем и я стараюсь поддерживать всю эту работу лучше и чтобы и здесь быть и чтобы там находиться а помимо вот мы надеемся что же коронавирус таки подходит какому-то своему завершению или по крайней мере постепенно да в городах в мире убираются всевозможные коронавирусные ограничения но это же не означает что волонтеры не перестанут работать да потому что много людей зрелого возраста да то есть чем работать есть конечно такие направления сейчас вот у вас московской области направления волонтерские на самом деле волонтерских направлений очень много мы помогаем также бабушкам дедушкам до помогаем семьям которым нужна помощь там мы спокойно он приезжает детские дома там вместе с ребятами играем там можем поставить ему вещи какие-нибудь новые вот собираем пункты сбора для этих вещей вот одним словом мы помогаем всем чем можем понятно да это же у вас есть какие-то руководители которые как-то этот процесс организует для того чтобы можно было ну знаете как чтобы не всех волонтеров на одно направление бросить и оголить другую но конечно да вся эта логистика у нас прекрасно работает вот и вот у нас бывают такие предприятия где вот нужно здесь люди и там люди и конечно же все распределяется на чтобы не разорваться на две части да вот а приходят ли к вам сейчас волонтеры обращаются если кто-то сейчас нас увидит и захочет ну вообще глобально волонтером да не только вот что то что случилось в ростовской области а вообще да на будущее есть до заявка лет приходят люди до устраиваются на волонтерский штаб работаем вместе с ними к ну и вот кто может быть волонтером то есть возраст данные какие-то параметры что необходимо да на самом деле главная душа это вот чтобы человек хотел помогать а какой возраст это уже я думаю совершенно неважно но сейчас вот число волонтеров она постоянно или она уменьшила но или она увеличила она то растет то уменьшается конечно живой организм да совершенно верно подметили понятно ну вот сейчас те кто нас смотрят захотят быть волонтером что им для этого нужно важно еще понимать что вам 19 лет да то есть у вас как бы как говорится все двери открыты есть возможности выбирать надеюсь что ваши родные и близкие тоже вам каким-то образом пытаются помогать а и люди есть разные которые там в 25 и в 30 и в 45 а может быть и старше хотят попробовать себя в роли волонтера то есть они должны же а успевать работать б заниматься своей семье и в помогать будучи волонтером вот что нужно чтобы стать волонтер чтобы стать волонтером кроме души ну достаточно обратиться в наш волонтерский штаб так вот который был организован на территории любилец в котором собственно я также состою и просто подай заявку то что вот хочу стать волонтером можно сделать в интернете и в самом штабе да можно и в самом штабе да и в интернете а где штаб находится штаб находится здесь в люберцах в исполкоме на спалку понятно хорошо еще такой вопрос какие-то появились вот во время волонтерской работы до сталкиваешься со многими ну как люди ведут поведение какие-то рассказы какие-то истории это как-то влияет на вас как на вот будущего уже взрослого человек взрослеющего человека да конечно влияет потому что ты это слышишь чувствуешь ты осознаешь понимаешь вот это конечно же все откладывается откладывается и вот перерастает что-то больше а родные и близкие как относятся к волонтерству особенно все таки когда вы поехали туда это такое ну очень ответственная была работа друзья как за меня все переживали когда я поехал вот но меня никто не пытался остановить ни в коем случае я так думаю что данное сложно было бы сделать да очень сложно было бы сделать да вот но все меня только вот поддерживали да за меня переживали там говорили то что ты звони пиши его чтобы мы были в курсе событий что это происходит как ты себя чувствуешь вот но все вот меня только поддерживают в этом есть конечно там негативная сторона то что вот зачем ты это этим занимаешься но это знаете вот те люди вот из разряда которых на диване себя да на диване сидят вот а те кто то мои друзья вот настоящие они меня конечно же поддерживают они вот не наоборот подбивать чтобы я шел дальше а какие у вас планы на будущее потому что волонтерство в таком возрасте это не совсем та история когда например ну совсем уже зрелый человек становится волонтером для него это как бы дополнительная такая его личная человеческая нагрузка а кем вы хотите быть мне кажется 19 лет вполне можно задать этот вопрос от может быть даже оттолкнетесь как-то от волонтерства и профессия или на кого вы учиться собираетесь ну я много думал над этим вот и готовы с уверенностью заявить что я хочу дальше также работать с общественностью то вот то что общественность это вот именно моя история вот именно то место где я себя комфортно чувствую то есть умеете работать с людьми называется то есть какие-то социальные вещи какие-то общественные возможно может быть станете там экономистом или политикам драмы и так далее ну что я так понимаю что работаю вот сейчас мы заканчиваем выходим из к видного кризиса вот ситуация сейчас все мы видим довольно сложная поэтому наверняка работа волонтеров будет необходимо так что вы видите какие есть замечательные волонтеры городском округе люберцы если вы тоже хотите попробовать стать волонтером или кстати наверняка же есть волонтеры которые на какое-то время уходят а потом возвращаются да да есть такие которые могут уйти из своих личных обстоятельств вот но потом когда уже все разруливаются они приходят обратно есть конечно так понятно ну что ж так что вот так работает сегодня в этих условиях наших новых тема волонтерства матвей смирнов спасибо огромное 19-летний волонтер городского округа люберцы это была программа открытый диалог с вами был николай пивненко до свидания а